Добрый день! Тамара, сходите домой, закажите у себя для себя чашечку кофе. Поняла. Я ненадолго. Секундочку. О, поняла. Людмила Сергеевна, я надолго. Я по очень важному делу. Мне необходимо организовать поминки одного известного человека. Знаете, но это немножко не наш профиль. Мы как-то больше корпоративами занимаемся. Ничего страшного. Поминки — это тот же корпоратив, только после тостов не чокаются. И как зовут виновника торжества? Ну, в смысле… Его зовут Василий Федотов. Да. Ну вот когда? В четверг я не могу. У меня спасал он. А вот в пятницу я совершенно свободен для своих похорон. Простите, вы это серьезно сейчас говорите? Я не привык шутить, тем более, когда речь идет о моих похоронах. Кто-то из моего окружения готовит на меня покушение. Если я сам не инсценирую свои похороны, за меня это сделают другие. Ну да, когда всю жизнь привык доверять только себе, трудно доверить кому-то свои похороны. Одно уважаемое агентство на Лубянке согласилось инсценировать мое убийство. Вы должны организовать поминки. Его возьмут там. Прямо во время передачи денег. А, класс. Я буду, наверное, первая, кто задаст живому человеку такой вопрос. Простите, а как вас поминать? Главное, ни одного слова моей смерти журналистам. Но мои акции пойдут вниз, и тогда после моей смерти мне будет не на что жить. Вы все слышали? Я ничего не слышала. А Мара? Ну, кроме того, как от Лубянку и убийство. Сохраните все это в тайне. Об этом вас прошу я и Франклин. Клянусь самым дорогим, что у меня есть. Мы хороним Федотова. С чего вы взяли? Ну, как с чего? Агентство прославится на весь мир в связи со смертью Федотова. Агентство п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п. Организует товарища Федотова отличное... П-п-п-п-п. Не волнуйтесь, я ему не сказал, что похороны липа. А, у вас проснулась совесть? Нет, я просто не успел. Он как только про смерть услышал, сразу с ума сошел. Жизнь иногда выпускает жало, Стирая прошлое, словно вирус. И хоккеист тоже нас бежала, И на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, Слезы утри, по жизни идёт и смеётся. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, Избранный небесами. Он вам не старый баркас, А фрегас с парусами. И в чём же причина тогда? Две обычные строчки. Ждут его дома всегда, Его папины точки. Пара-па-па-па-па-пам, Его папины точки. Пара-па-па-па-пам, Его папины точки. Ты чё делаешь? Чай делаю тебе покрепче, Маш. У меня там сок налит. Ну, ой, Женька, рассказывай, что это там за любовь без границ? Передача новая на радио. Подождите. Подождите, она же только сегодня выходит. Откуда вы знаете? Ну, это Галия Сергеевна рассказывала, как ты во сне её вела. Передавала привет влюблённым и отвечала на звонки. Да? А что я ещё говорила? Ну, говорила, что Машка дура и что-то там про вечеринку фотомоделей. Ага, да, точно. Это я не про тебя, а про вечеринку фотомоделей. А у меня, кстати, ещё есть три пригласительных, можем сходить. Я вообще-то не хожу туда, где, может быть, кто-то красивее меня. Да. Алло. Бабуля! Опять приезжаешь? Да, мы так соскучились. Ага, и девочки так рады. А, хорошо. А, ждём. Пока. К нам едет бабушка. Блин, она же не знает, что в её квартире теперь бомжи-убежище. Надеюсь, в бомжи-убежище порядок? Увижу Воронцова, порву на мелкие кусочки. Жене это добавит мусора. Ах, ну и кто будет убираться в квартире, а кто встречать бабушку? Нет, я бабушкины вещи не понесу. У меня аллергия на всё тяжёлое, кроме музыки. Ну, хорошо, тогда мне придётся встречать бабушку, а Женьке точить её вещи. Давай. Давай. Боже мой, какая чистота. Ну, девочки, за это вам цветы. Спасибо, бабушка. В этом году кроме них ничего не выросло. Хоть их в банки закатывали. Ага. Цветочки носили, да? Ну-ну. Ну что ж, раз у вас так чисто, то можно сразу заселять жильца. О, а вот и он. Да входите же, открыто. Бонжоу, мадам. Бонжоу, бонжоу. Это вам. О, благодарю вас. Здрасте, девочки. Здрасте. Вот, учитесь, как надо работать. Я уже в десяти газетах интервью дал по поводу похорон Василия Федотова. Я думал, рублёвская смерть по гламур не выглядит. Или это эконом-вариант? Подождите, вы что, рассказали обо всем журналистам? Нет, ещё не обо всём. И именно поэтому через пять минут здесь будет пресс-конференция. Так что приведите себя в порядок и рассказывайте журналистам о нашем агентстве, как о самом Василии Федотове. Либо хорошо, либо ничего. Пойду пшикнуть. Вчера Андрей Михайлович позвонил мне, предложил полечить зубы. Ну, такой бескорыстный человек. Последний раз Антонов так делал, когда хотел продать папе испорченный холодильник. А пока он мне лечил зубы, он мне рассказал, что его выгнала из дома жена. Ему негде жить. Ну, чтобы хоть бы как-то рассчитаться за его бескорыстие, я пригласила его пожить у себя, пока он не поменится с женой. Ну, вот, видите, все по старой антоновской схеме. Так что вы располагаетесь. А я поеду на дачу, пока пуговка не надела дырочек в парнике, чтобы помидорчики дышали. Антон Семеновна, я вас довезу. Да что вы? Да, ну, разумеется, до метро. Благодарю вас. Обалдеть! Веда пришла, откуда ее не ждали. Из стоматологической клиники. Ага. Теперь, чтобы Денису и Венику здесь жить, придется прятаться еще и от Антонова. Да. Не придется. Если мы сделаем так, что мальчишки подружатся с Антоновым, а? Да. Осталось только выяснить, как это сделать, не меняя им пол. Вот и верно. Тяжело. Тяжело хоронить нашего близкого друга и постоянного клиента Василия Федотова. И наше агентство праздник, праздник, праздник сделает все для того, чтобы… Извините. Алло. Какой маникюр? А, да. Маникюр в пять. Я помню. Да. Буду обязательно. Спасибо. Так, а на чем мы остановились? Ах, да. Наше агентство сделает все, чтобы достойно проводить в последний путь этого, не побоюсь этого слова, великого человека. Вот такая вот хорошая, холостяцкая жизнь, может быть, уже нато у мужчины. Здравствуйте, дядя Андрей. А мы решили вас навестить, подумали, что вам грустно. Грустно, что раньше так не жил. Тишина, пивко, спокойствие. Путь только у меня. Здравствуйте. Меня зовут Вениамин. Я увлекаюсь физикой, всякой. А я вообще физику с детства не люблю. А я в детстве попугайчика током убила. Рад познакомиться. Я Денис Воронцов, диджей на радиоактивном. Слышали про такого? Я радио вообще не слушаю. Особенно радиоактивное. Это вредно для здоровья. Мальчики, что же вы стоите? Вам же пора на вечеринку в фотомодели. В фотомодели? К фотомоделям? Так, давайте быстрее, а то сейчас самых лучших разберут. Пошли. Что-то мне идти как-то не хочется. Эй, 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 Веник, дружба с Антоном, какая красота, требует жертвы. Давай, Веник, давай, пока. Давай, давай, давай. Господи, Тамара. О, дорогому Василию от агентства «Праздник-праздник-праздник». Телефон 555-2725. Дополнительной рекламной площади. Ха, так. Тамара! Надеюсь, сами похороны не будут прерваться на рекламу. Судя по вашей одежде, я понимаю, что у вас горе. Да, у меня горе. Мои акции рухнули вниз на 30%. Если падение будет продолжаться, мне не нужно будет заказывать. Я сам застрелюсь. Простите, ради бога, Василий. Кстати, вам очень идет это платье. Вы поменяли стилиста? Знаете что? Собственные похороны один раз в жизни. Я не могу пропустить такое событие. Отойдите. Здравствуйте. Здрасте. Это вы занимаетесь организацией похорон Василия Федотова? Да. А вы кто? Мы те, кого Василий называл папой и мамой. Мы его самые родные. Двоюродные дядя и тетя. У Васечки других родственников-то и нет, кроме нас. Здравствуйте. Я троюродный брат Василия Федотова. Только на собственных похоронах, понимаешь? Насколько ты был не одинок. Ну, парни, все было отлично, все было на высоте, а особенно девчонки. А как я вас представил, а? Дамы и дамы. Представляю вам учредителя модного французского журнала господина Андрея. Веренек, ты пил? Нет, нет. Просто дядя Андрей, чуть-чуть мне накопал коньяка в кофе. И я и дискомментировал с воздействием этого напитка в организме. Откуда помада? А это побочное действие, которое дали такой яркий фикс. Дядя Андрей, так поздно. Где же мальчики ночевать будут? Они беспокоились, мы уже все решили. Мальчики ночуют у меня. А тем более у нас продолжение романтической вечеринки с девочками с третьей, пятнадцатой и восемнадцатой страниц. Да. Отняли у меня Васеньку, племянничка моего четвероюродного. У меня ж никого ближе его не было. Да. Если нарисовать генеалогическое древо, эта тетя будет самым дальним червяком из соседнего огорода. Ну, все. Деньги передали. Скоро, скоро этот цирк закончится. То есть горячие подать не успеют? Я, как заместитель Василия и его ближайший друг, хочу выпить, чтобы Васе там было хорошо. Приятно видеть, что хоть кто-то о вас заботится. Ну, и так как Василий завещание не оставил, то вот по этому юридическому договору все его состояние переходит мне. Эх, а мне? А у тебя нос в икре. Ну, и поскольку теперь за эти поминки плачу я, то давайте собирайтесь, чтобы вас через пять минут не было. Вопросы есть. Вуха-пуга, а? Заграбастал все Васькины деньги. Деньги? И он нам, честным людям, помянуть его нормально не дает. Зашли вон! Закрыть решет. Нашим семьям добротно живаться. Эй, вражья мой! Ай! Ай! Вот, это я понимаю. Кровная месть. О, в цилийской мафии отдыхайте. Ох, уже здесь было весело. Да. И кому-то очень жарко. Ну что, девочки, ждем, пока проснуться, или не будем придерживаться принципа «лежачих не бьют». Ох, доброе утро. О, доброе утро. Привет. Привет, девчонки. А с вами я вообще не разговариваю. Весь вечер на смарку. Дядя Андрей, ну, ну, забыл я, да, телефоны этих фотомоделей. Ну, я же специально. А что ж ты тогда кричал, не надо записывать? У меня вот эта, феноменальная вот эта память. Ну, Лаша. А чьи это женские вещи? А? А? Ой, я испугался. По привычке, у меня просто жена все время спрашивает, а чьи это вещи? А, эй. Вещи бабушки из шкафа выпали, когда я подушку искал. Да. Боже, не врет. Для модели великовата и старовато. Ну, что, одевайтесь. Сегодня второй день вечеринки. Дядя Андрей научит вас, как надо вот это вот, вот это вот, отдыхать вот это. У меня больше нет пригласительных. Женечка, мое обаяние и должность издателя журнала раскрывает новые горизонты. Если мы ничего не сделаем, то скоро у нас будет три Антонова. Я знаю, что надо делать, чтобы мальчики остались с нами. Надо, чтобы Антонов оставил мальчиков. Ой, никогда не думаю, что буду отбивать парней у дяди Андрея. Слушайте, а может нам просто помирить дяди Андрея с женой? Девчонки, хочу вечером пойти на вечеринку в костюме. Вы не знаете, где у папы лежат галстуки? Знаем. Где? В Красноярске. Он их с собой забрал. Дядя Андрей, а почему бы вам не пойти домой к тете Оле и у нее взять галстук? Заодно и помиритесь, а? Нет, ни в коем случае. Это не вариант. А потом я гордый человек и не буду мириться первым. Во всяком случае, пока у меня есть где жить. Так что пойду без галстука. И наша передача «Любовь без границ» завершается очередным опусом страдающего от боли душевный стоматолога. Его очередной сорок восьмой опус называется «Феншуйская любовь». Ты послаждение ничего не могла придумать. Все опыт настоящего, он как в вечной жизни Антонова. Читай давай. Я на земле обрел с тобой покой, бессмертие души и рай. Ты для меня спасенье в этом мире. Я жду тебя. Скорей запоминай на Володарского 1134. Твой Андрей Антонов. Какая я молодец. После такого стихотворения вообще трудно устоять. Надо, чтобы жена Антонова все-таки устояла. Пришла и забрала его от бабушки. Это была спланированная спецоперация ФСБ по задержанию заказчика убийства олигарха Василия Федотова, похорона которого организовало агентство «Праздник, праздник, праздник». Там, Аня, что вы делаете? Я рекламирую наше агентство. Шеф приказал. Не пугайтесь, граждане. Василий Федотов жив. Жив. Ну да. Да вот он сам, собственной, так сказать, персоной. Здравствуйте, родственнички. Здравствуйте. Мы родственникам ошиблись. Ну что же, всем своим недоброжелателям хочу сообщить, что Василий Федотов жив и здоров, и хранить его раньше времени совершенно не следует. Как только потребуется, это сделает агентство «Праздник, праздник, праздник». Я что-то тут усказала, да? Итак, друзья, мы сейчас идем на фотоохоту, охотиться на фотомоделей. Да, я предупреждаю, пленных брать. Кого это еще черт принес? Андрюша, ты мой бог. Я на земле обрел с тобой бессмертие. Эти слова ты говорил мне в восемьдесят девятом на Воробьевых. И тут сегодня эти признания по радио, да еще в стихах. Ах, это все для меня. Да, я помню, в восемьдесят девятом на Воробьевых горах-то была великолепна. Кто это? Какие стихи, какое радио. Какого еще принесла, Анастин? Андрей, я твою рифму сразу узнала. Как тогда, в подмосковном санатории «Радуга», так помню. А когда по радио услышала твой адрес, я сразу примчалась. А я, если честно, думал, что вы привираете, что у вас много женщин было. Ага. Я за полчаса уже восемнадцать. Да, это только те, которые близко живут. Ничего, скоро начнут с окраин подтягиваться, да. Но мне здесь оставаться нельзя. Это опасно для жизни. Так, домой тоже не сунешься. Там жена эта деспот в юбке. Ой, здравствуй, Олечка. А я как раз собирался домой идти. Пупсик мой, прости, мою своего пупсика. Я был бедовал. Да, я уже простила, как только твои стихи по радио услышал. Вот и пришла тебя домой забирать. А я эти стихи специально для тебя написал. Вот, слушай, пойдем отсюда побыстрее. А то я так соскучился по дому. А, пойдем, пойдем. Пойдем. Да, а по дороге ты мне еще раз свои стихи прочтешь. Особенно про фэншуйскую любовь. До свидания. До свидания, да. До свидания, да. Подожди. Фу. Слушай, а может, никуда не пойдем? Ага. Не сильно она привлекательна. Это обратная сторона моделей. Э, медали. Ну что, мальчики, трехглавому Змеи Горынычу отрубили головную голову, а две остальных не знают, что им делать? Почему? Знаем. Мы хотим вас пригласить на чай. Да? Да. А что, в компании моделей уже не интересно стало? Смотрят свысока? Нет, ну, вы хоть и не модельной внешности, но нам с вами гораздо интереснее. А, попрошу мне обобщать о немодельной внешности. Ну, не знаю. Мне вообще-то нравятся девушки со спортивной внешностью. Да? Молодец, Воронцов. Уроки обольщения дяди Андреем не прошли даром. Редактор субтитров А.Семкин